11-12 апреля 2024 года в Вашингтоне состоялся первый в истории трехсторонний саммит лидеров США, Японии и Филиппин. По итогам встречи участники мероприятия заявили о намерениях расширить трехстороннее взаимодействие и активизировать совместные усилия во всех секторах. На отдельных консультациях делегаций Японии и Соединенных Штатов обсудили партнерство в сфере обороны в контексте противостояния экспансии Китая. Нынешняя внешняя политика и военные действия Китая представляют собой беспрецедентный и величайший стратегический вызов не только миру и безопасности Японии, но и миру и стабильности международного сообщества в целом. Китай на Вашингтонский саммит отреагировал негативно. Как сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве, директор департамента Азии МИД КНР Лю Цзинь Сунь сделал японской стороне серьезное представление за критику политики Пекина. Чтобы понять направленный саммит США, Японии, Филиппины и трехстороннее сотрудничество против Китая, взгляните на совместное заявление трех сторон. Черным по белому все ясно. Что это, если неумышленная клеветническая кампания против КНР? Китай ответит углублением своих связей с противниками США, включая Россию, Иран и Северную Корею. Он продолжит работать над дальнейшим внедрением страны среднего масштаба, такие как Индонезия, Саудовская Аравия и Турция, которые видят свою выгоду в том, чтобы играть на соперничестве США и Китая друг с другом. Пекин также продолжит усилия по дальнейшему расширению своего влияния в развивающемся мире посредством торговли и инвестиций. Элли Вайн. Старший аналитик международной кризисной группы и специалист по Китаю. В комментарии изданию «Голос Америки». Болезненно отреагировали на трехсторонний саммит и в Кремле. Замминистр иностранных дел России Андрей Руденко высказал претензии послу Японии в Москве. По мнению МИД Российской Федерации, отношения с Японией по вине Токио, цитирую, деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Китай играет важную роль в поддержке военно-промышленного комплекса России. Как пишет Ройтерс, 90% всей микроэлектроники в Федерацию поставляют из КНР, как и 70% машинных инструментов, которые используются для производства баллистических ракет. Пекин помогает Москве наладить выпуск дронов, поставляет оптику для танков и бронетехники, двигатели для беспилотников и крылатых ракет. Союзники Киева стремятся ограничить такие поставки. Все, что включает помощь российской армии в жестокой войне против Украины, неприемлемо для нас. И мы можем ввести санкции против этого. Джанет Йеллен, министр финансов США в интервью CNBC. Ждать, что сейчас Китай откажется напрочь от сотрудничества России, точно не стоит. Ну и плюс не забывайте, что в связи с тотальными санкциями и экономической изоляцией и политической изоляцией Российская Федерация в том числе стала хорошим рынком экспортным для Китая. Китай все равно будет продолжать вести такую сбалансированную политику между реализацией своих геополитических интересов, но и неперехода красных линий для Соединенных Штатов. Открыто предоставлять России летальное оружие Китай опасается. Ведь санкции, а значит потери европейских и американских инвестиций сильно ударят по его экономике. В свою очередь США предупредили Пекин о последствиях в случае обхода ограничений в отношении Российской Федерации.